Полковник, как всегда, рад тебя видеть. Конечно. Рад тебя видеть, Морис. Так давай поговорим о том, какова твоя первоначальная реакция на это. Похоже, что Запад быстро ухватился за идею о том, что это был ИГИЛ. И даже другие газеты из Австралии говорили, не верьте ничему, что говорит Путин. Ясно, что именно Путин организовал эту атаку, точно так же, как он взорвал свой собственный газопровод «Северный поток». Точно так же, как и в случае с любой другой атакой, происходящей в Москве, он сбрасывает беспилотники на свои жилые дома. Так что это был Путин. Что вы думаете о первоначальном отклике на это, а теперь и о реакции Путина сразу после этого? Что же понимание западного комментария и реакции, а также самого события требует, чтобы вы понимали два ключевых момента прямо сейчас, которые большинство людей на Западе не понимают? Первый заключается в том, что Зеленский в его режиме является эквивалентом смертельно раненого животного, которое умирает. И в результате он нанесет удар всем, что у него есть, до самого горького конца на данный момент, вместо того, чтобы по сути капитулировать, сдаться и вести переговоры. Так что думайте о режиме Зеленского как о гибнущем образовании. Мы ухватимся за все, что он сможет найти. У него больше нет реальных возможностей на земле. Он едва может защитить то, что у него есть на земле. И поэтому он обращается к другим формам действий, таким как эта террористическая атака или использование большего количества беспилотников против российских целей в самой России. Так что это первая вещь. Вторая вещь заключается в том, что НАТО находится в полном беспорядке. За кулисами люди в панике. Они знают, что война проиграна. Это было ясно уже давно. Вы помните, когда мы говорили в прошлом году о саммите НАТО в Литве в Вильнюсе, и никто не хотел говорить с Зеленским. Зеленскому фактически дали отворот-поворот, потому что они рассматривали его как человека, который солгал им о своей способности добиться успеха и победить русских. И по правде говоря, все они с первого дня лгали сами себе. И мы, конечно же, помогли этому, пообещав миру и не выполнив ничего. Я думаю, что лучший способ взглянуть на это, это то, что мы обещали горы, а получили холмик. Так что НАТО само по себе находится в беспорядке. Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на этого человека Макрона. Представьте, что Вашингтон это лидер НАТО, а Макрон выходит на сцену и говорит всем, что Франция будет эффективно сражаться с русскими в Украине, что, конечно же, абсурдно. У него нет больше 7,7 готовых французских войск, которые он мог бы отправить куда угодно в мире, не говоря уже об Украине. Он обещает 20, он пытается это сделать, но вряд ли это далеко зайдет. А затем он отказался от своих первоначальных заявлений, сказав, что ну, они будут выполнять небоевые задачи. Так что НАТО само по себе находится в беспорядке. Немцы дезавуировали его и сказали, нет, забудь об этом. Мы ни при каких обстоятельствах не будем участвовать в боевых действиях на Украине. И, конечно же, наши новые члены, финны и шведы, изо всех сил стараются отправить тысячи солдат воевать в Россию, не так ли? Ответ нет, никто этого не делает. Макрон совершенно одинок, а наши силы сидят в Польше и Румынии и делают все, что делают, в то время как там возводятся дорогие базы для удобства США. Это катастрофа, катастрофа для НАТО. Так что поймите все, что происходит прямо сейчас, на фоне этих двух фактов. Зеленскому конец. Его режим умирает. НАТО находится в беспорядке, у него нет руководства, и он боится признать очевидное, что все знают в частном порядке, что война полностью проиграна. Так что эти две вещи должны быть поняты. Теперь давайте посмотрим на событие, которое произошло само по себе в России. Ни с того ни с сего у нас есть люди, которые якобы являются мусульманами Центральной Азии, тюркоязычными мусульманами. Мы знаем, что один из них был таджиком. Может быть, все они таджики. Таджики – это люди, которые живут к северу от Афганистана. Они уникальны в Центральной Азии, потому что говорят на особой разновидности фарси или персидского языка, что довольно необычно. Все остальные говорят на том, что мы называем тюркским языком, почти на том же языке, который вы слышите в Стамбуле. Так что это довольно интересно. Мы знаем, что украинцы завербовали многих из этих людей для участия в боевых действиях в составе украинской армии. У нас есть доказательства того, что некоторые из этих людей служили в украинской армии. Ни с того ни с сего эти люди отправляются в Россию, что звучит невозможно, но вы должны понимать, что тысяча с лишним миль границы, которую вы не можете эффективно защитить, если вы русский прямо сейчас. Так что эти люди проникают в Россию, они идут к тайнику с оружием, который где-то для них подготовлен. Они, очевидно, прошли некоторую подготовку. Они появляются и убивают людей в Москве, а затем чудесным образом пытаются отступить точно по тому же маршруту, по которому они попали туда из Украины. Что мы видим? Мы видим откровенный дилетантизм. Эти люди не являются профессионалами. Они головорезы, которым предложили много денег за то, чтобы они вошли и сделали это. Они убедили себя в этом. Они вошли. Большинство из них погибло или попало в плен. Я не знаю, вернулся ли кто-нибудь обратно в Украину. Но последнее, что ты делаешь, если ты профессионал, это выбираешь тот же маршрут, по которому ты вошел на миссию. Теперь человек, который был схвачен, привлек к себе наибольшее внимание. Это, конечно же, джентльмен, который потерял свое ухо на данный момент. Подразделение спецназа, которое захватило его и его друзей, работает на генерала Кадырова. Они чеченцы. И поэтому они отрезали этому человеку ухо в какой-то момент, независимо от того, было ли оно уже частично повреждено или нет, и они решили оторвать его. Кто знает. Русские, конечно же, были недовольны этим и сразу же спросили, что вы делаете с этими людьми. Не издевайтесь над ними, и так далее, и тому подобное. Так что тогда был задан вопрос, кто из вас отрезал этому человеку ухо. И вся группа коллективно стояла там и говорила, это сделал я. Другими словами, они сожалеют об отдельном человеке. Теперь все это принесло Путину огромную пользу. Русский народ взбешен. Они злы. Они хотят крови. Эмоции в России наколены до предела. И есть люди в Думе, которые говорят Путину публично и в частном порядке, что тебе нужно раздавить Украину. Тебе нужно покончить с этим раз и навсегда. И если кто-то встанет у тебя на пути с Запада к черту его, мы тоже просто войдем туда. Путин не является эмоциональным актером. Он очень рационален. Он очень вдумчив. Он очень осторожен. Он не собирается торопиться с этим делом. Но очевидно, что как только земля в Украине просохнет, а это произойдет ближе к концу апреля, самое позднее, к началу мая, я думаю, вы увидите серьезные подвижки. Включая переправу через реку Непа и перемещение на юг, чтобы захватить Одессу, и, вероятно, двинется на север. Чтобы завершить завоевание Харькова и, возможно, дойти до реки в непосредственной близости от Киева. Я бы не удивился, потому что сейчас на нас оказывается давление, чтобы покончить с этим делом. Мы ничего не предлагали. Мы отказываемся вести переговоры. Мы относимся к русским так, как будто они ответственны за эту катастрофу, хотя на самом деле мы сами навлекли это на себя. Вы знаете, мы сами создали этот ад. Никто не хочет ставить это себе в заслугу. Я рад, что люди на холме сейчас сомневаются в целесообразности отправки туда еще каких-либо денег, потому что мы даже понятия не имеем, сколько миллиардов долларов было просто потрачено, украдены и оказались на банковских счетах. Помните, что Украина продолжает погрязать в наихудшем виде коррупции. По сравнению с ними Мексика выглядит страной с развитой экономикой. Вот насколько все плохо. Так что дело близится к завершению, к финальному моменту. Никто не собирается противостоять Путину. Мы не собираемся начинать войну в Украине из-за этого. Этого просто не произойдет. Но мы продолжим разговор. Средства массовой информации будут продолжать лгать, за исключением таких людей, как вы, Такер и еще несколько человек, и говорить, что Украина побеждает, а русские выдыхаются. Все это чепуха. Это дело почти закончено. Одним из действительно важных моментов является то, что вы написали в Твиттере или разместили на Икс после того, как это произошло. Ты сказал, что нет никаких сомнений в том, что Ми-6 и ЦРУ были вовлечены в это. Так в чем же заключается конечная цель для них, не так ли? Конгресс отказывается выделять деньги на помощь Украине. Украина, говорит Ле-Мунт, Ле-Мунт публикует статью, в которой говорится, что Украина потрясена тем, что мы не даем им 60 миллиардов долларов. ЦРУ и Ми-6 активно вовлечены в этот террористический заговор внутри Москвы. Как вы думаете, какова цель разведывательного сообщества в Вашингтоне? Что же ЦРУ уже давно является организацией-изгоем? Некоторые люди говорят, что оно вышло из-под контроля еще в 60-е годы. Я не могу точно определить это, но это явно дельный мир. Они будут продолжать пытаться создавать планы, которые позволят им нанести точечный удар по русским, как только представится такая возможность. Ми-6 глубоко укоренилась среди украинцев. Британцы в конечном счете гораздо больше, чем мы, с точки зрения советов, поддержки и обучения. Я предполагаю, что этим людям была дана некоторая подготовка ими на местах, прежде чем они отправились туда. Хотя я очень серьезно сомневаюсь, что они ожидали, что произойдет что-то большее, чем произошло. В конце концов, эти институты будут продолжать работать, вредить России, нападать на Россию, подрывать Россию любым возможным способом, до тех пор, пока кто-то в Вашингтоне не скажет стоп. До сих пор мы не видели никаких доказательств этого. Мы не видели никаких доказательств какого-либо руководства. Нас просто засыпают замечаниями. О, мы ненавидим Россию. Россия — это зло. Россия — это плохо. Они не могут победить, но победят. Украина победит. Все это ерунда. Здесь нет никакого руководства. Никто не командует, чтобы ответить на Ваш вопрос. Это наша большая проблема на Западе прямо сейчас. Здесь нет никакой стратегии. У нас нет никакого плана, ничего. Все это бессвязно, фрагментарно и неэффективно. Знаешь, кое-что привлекло мое внимание. У меня есть еще пара вопросов к тебе, полковник. Но только на данный момент, хорошо? Ты же видишь, что Германия освещает все свои здания. Они освещают Бранденбургские ворота разными трагедиями, флагами разных стран, которые прошли через массовые расстрелы и так далее и трагедии. А Бранденбургские ворота полностью лишены каких-либо огней России. Ничего. Они ничего не показывают. Президент Путин прилетел на место теракта в Нью-Йорке и написал на стене, возложил цветы после терактов 11 сентября и выразил соболезнования в связи с произошедшим. Я не думаю, что со стороны Вашингтона был какой-то ответ на соболезнование Путина или что-то в этом роде, верно? Я имею в виду, слышали ли вы что-нибудь с вашей стороны о том, что администрация Байдена обратилась к вам? О, нет, совсем нет. Я имею в виду, якобы-якобы мы говорили, что мы недовольны этим или в некоторых случаях испытываем ужас, мне говорят в государственном департаменте, но на самом деле нет. Откровенно говоря, этот режим, под которым мы живем с администрацией Байдена, настолько идеологизирован, что все, что наносит ущерб России, с их точки зрения, морально оправдано. Помните, что это глобалисты. Теперь глобализм это странное слово, но на самом деле оно означает следующее. Либо вы согласны с нашей повесткой дня, совсем начиная с ЛГБТ, разрушение семьи, устранение религии, введение атеизма, прохождение через все эти вещи. Либо вы согласны с нами, либо вы наш враг. А хорошие парни это люди, которые живут внутри того, что мы называем либеральным международным порядком, который является полностью демократическим, который уважает права человека, но запирает людей с 6 января на годы без какого-либо судебного разбирательства. Но мы хорошие парни. Мы уважаем права человека и демократию. Все, кто не является частью либерального международного порядка, являются авторитарными и, следовательно, плохими. А Путин авторитарен. Я не могу представить себе ничего более авторитарного, чем нынешнее правительство, которое с радостью посадит вас в тюрьму, если вы попытаетесь защитить наши границы, которое хочет вести войну с губернатором Техаса и Национальной гвардией Техаса, чтобы держать границы открытыми для содействия вторжению, чтобы привести в Соединенные Штаты множество людей, подобных тем, кто только что совершил злодеяние в Москве. Так что во всем этом нет никакого смысла. Но в их мире, в пузыре, который представляет собой Вашингтон, некоторые люди называют его Версалем на Потамаке. Они живут в этом пузыре и верят, что они правы, а все остальные неправы. Что же это не продлится долго? Это обречено. Не имеет значения, что произойдет в ноябре, для них все кончено. Так что они тоже очень похожи на Зеленского. Они наносят удар. Это все, что они знают, как делать. Но у них нет никакой стратегии. Нет никакого рационального, рационального расчета вообще. Если бы он был, зачем кому-то вообще оставлять наши границы открытыми? Невероятно бесит то, что происходит на нашей южной границе. И, полковник, когда вы смотрите на сегодняшний день, вы видите, что Франция поднимает уровень террористической угрозы до самого высокого уровня. Есть сообщения о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с аналогичными терактами, подобными тому, которые мы только что видели в Москве, из-за нашей открытой границы. Я имею в виду, что по имеющимся данным, количество нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах составляет от 42 до 45 миллионов человек, большинство из которых – одинокие мужчины. А что вас беспокоит в связи с возможностью подобных нападений в Соединенных Штатах? Я думаю, что они были очень вероятны в течение длительного времени. Во-первых, у Хизбаллы всегда была большая ячейка в Мексике. Так что я уверен, что по всей территории Соединенных Штатов действует множество ячеек Хизбаллы. Там же есть и типы ИГИЛ. Там есть огромное китайское посольство со всеми видами связей с картелями. Так что сейчас меня ничто не удивит. И я думаю, что мы должны быть готовы к этому. Мы не знаем, когда это произойдет и как это произойдет, но я думаю, что это почти наверняка произойдет не только из-за того, что происходит на Украине, но, конечно же, из-за того, что происходит в Израиле. Вы знаете, мы продолжаем говорить, что предоставляем израильтянам то, что им нужно для самозащиты. Что же, когда я в последний раз смотрел, уничтожение населения, разрушение его домов и изгнание сотен тысяч людей на голод обычно не считается защитой. Но, похоже, это ускользнуло от внимания людей в Вашингтоне. Так что я ожидаю большой активности здесь, внутри Соединенных Штатов. Я просто не знаю, когда и где, но это неизбежно. Да, я думаю, ты прав. Неизбежность – это ключевое слово. Я вытащу тебя отсюда, на этом полковнике. Очевидно, мы стали свидетелями нескольких крупных атак за последние 24 часа в Западной Украине, в частности, в Киеве, а также на энергетическую инфраструктуру здания СБУ. Как ты думаешь, российская реакция подождет до конца апреля, когда земля подсохнет, как ты и сказал? Увидим ли мы стратегические атаки в ближайшие несколько дней и в ближайшие недели? Ну, ракетные удары, о которых вы говорите, разрушили четыре крупных города на Украине, по сути, вывели из строя энергетическую инфраструктуру и разрушили большую часть энергетической инфраструктуры. Я думаю, мы увидим больше такого. Это подготовительные удары. Но сейчас вы не можете продвигаться по земле очень далеко и очень быстро. Земля сейчас грязная, и она не поддерживает продвижение значительных сил по земле. Сейчас вы можете отправить несколько человек вперед пешком, но это медленное и неблагодарное занятие, как выяснили украинцы. Так что вам нужно подготовиться. Я думаю, мы увидим больше атак на инфраструктуру противовоздушной обороны, даже несмотря на то, что большая часть ее уже уничтожена. Противовоздушная оборона и противоракетная оборона по-прежнему остаются большой проблемой. Русские хотят ее уничтожить. Как только они будут уверены, что уничтожили эти вещи, и земля твердая, они двинутся вперед. И я уверен, что они двинутся вверх. И я думаю, что до конца лета Одесса тоже будет в их руках. Ключевая вещь, которую нам нужно понять, это то, что кто-то по глупости вмешается по какой-либо причине в Западную Украину. Давайте предположим, что поляки достаточно глупы, чтобы пересечь границу и войти в Левов, или румыны через Молдову что-то сделают. Реакция русских будет уничтожающей. Они не пожалеют никаких средств, чтобы разобраться с этими людьми. Другое дело, если мы вмешаемся, если мы думаем, что будем поддерживать кого-то только с помощью авиации, русские объявят нас воющей стороной наравне со всеми остальными в Европе. Эти люди в ярости. С них хватит. Они злы. Путин — рациональный игрок в России. Вот чего люди не понимают. Этот человек очень расчетлив. Он сдерживает лошадей. Но в какой-то момент ему придется отпустить поводья, иначе у него будет население, которое не будет злиться на него, но просто переломит ситуацию и потребует действий. Вот чего мы не понимаем. Он не рискует. Мы сейчас очень сильно рискуем. На самом деле я вытащу тебя отсюда по этому вопросу. Меня уже несколько месяцев беспокоит то, что у Соединенных Штатов есть силы специального назначения на Украине. У французов есть, у британцев есть. Мы, конечно же, слышали от русских, что если американцы введут войска на Украину, это будет уже слишком, не так ли? Это будет, как вы говорите, рассматриваться как воюющая армия, и они больше не будут сдерживаться. Так что мы уже знаем, что мы там работаем. В чем заключается этот парадокс? Ты можешь мне это объяснить? Конечно. Ну, у вас есть легкие силы, которые предназначены для консультирования, обучения, а затем эксплуатации сложного оборудования. Другими словами, у вас есть люди, сидящие за компьютерными терминалами, связывающие наши спутниковые массивы с украинским разведывательным аппаратом. Вот так мы и работаем. Чего у нас нет на Земле и что абсолютно неприемлемо для русских, так это присутствие боевых формирований, крупных подразделений, 7700 человек, которые французы могут развернуть в таком месте, как Румыния, если они пересекут границу с Украиной, это будет рассматриваться как попытка захватить территорию, удержать территорию и, следовательно, бросить вызов доминированию России на ее заднем дворе. Это приведет к войне. Но небольшое количество людей там, чтобы консультировать меня, и все это делают. Русские делали эти вещи. Китайцы сделали кое-что из этого. Все это делали в какой-то момент. Это не мины-ловушки. Это скромное обязательство по международным стандартам. Так что люди ищут крупные формирования, боевые подразделения, штаб-квартиру, которая контролирует большое количество сил, внезапно пересекающих границу. Вот чего русские не потерпят. Сейчас они убили большое количество персонала НАТО, в том числе и нашего. Мы этого не признаем. Мы держим это в секрете, но они убили большое количество из нас. В какой-то момент я уверен, что правда выйдет наружу. Как семьям удается сохранить это в тайне? Я имею в виду, как нам удается сохранить это в тайне среди американских семей. Американские силы погибли на Украине, и мы ничего не слышим об этом в американских СМИ. Ну, я не знаю, как это делают американцы, но я знаю, как это делают другие. И они платят солидную сумму денег людям, понесшим утрату, и говорят им, вы знаете, ни при каких обстоятельствах вы не должны придавать огласке что-либо из этого. Вы знаете, конечно же, до тех пор, пока мы там задействованы. Но вот это сумма денег. Мы приносим свои извинения за вашу потерю. И вот эти льготы. И они, вероятно, вручат какие-нибудь награды тому человеку, которого он сам никогда не видел. Я имею в виду, что это именно то, что происходит. Так что я не знаю, что мы делаем в Соединенных Штатах, но я подозреваю, что это так. Это, наверное, чем-то похоже. Полковник Дуглас МакГрегор, как всегда, мы ценим это.